Просил понять, простить и справедливости. Сегодня огласили приговор 34-летнему Ивану Никитину, который обвинялся в покушении на убийство малолетнего ребенка. Как установили следователи, он в ночь с 6 на 7 февраля, будучи нетрезвым, выкинул из окна третьего этажа пятилетнюю внучку своей сожительницы. Бабушка и прабабушка девочки также были дома, вместе распивали спиртное. Девочка чудом осталась жива. Момент падения видел сосед, случайно вышедший на балкон. Он оказал помощь ребенку. Алина Мусина знает, какой вердикт огласил суд. Это единственные слова, которые произнес 34-летний Иван Никитин на заседании. Он хранил молчание до конца слушания. Однако, по версии следствия, вне зала суда выдержка нередко изменяла мужчине. Говорят, в состоянии алкогольного опьянения мужчина становился агрессивным. Его сожительницу и ее мать часто виделись с тениками. Но родные пострадавшие девочки и знакомые обвиняемого отрицают это. Пять лет они у нас живут во дворе и никаких претензий никто ему никогда не предъявлял. Спокойный и нормальный. А то, что у них дома было, откуда кто знает. В результате падения с третьего этажа пятилетняя девочка сломала руку, получила многочисленные ушибы. От более тяжелых последствий спас снег. Ребенок упал в сугроб. Суд признал Ивана Никитина виновным в покушении на убийство малолетнего. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в распроительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Установить ему ограничение, не изменять место жительства и уходить из места постоянного проживания ночное время суток до 23 часов вечера до 6 часов утра. Родственники девочки не согласны с таким решением. Они намерены обжаловать приговор, считая его слишком суровым. По их словам, подсудимый играл с малышкой. Они взрывали на балконе хлопушки. Девочка случайно упала. Мужчина пытался спасти ее, ухватив за шею. Отсюда и синяки. Приговор мы выслушали. С приговором мы не согласны, потому что считаем, что те доводы, которые указаны там, они несостоятельны. Поэтому в ближайшее время нами будет написана апелляционная жалоба и подано в Верховный суд на пересмотр приговора. На это у страны защиты есть 10 дней. Не исключено, что адвокат понадобится не только Ивану Никитину, но и прабабушке девочки. По данным обвинения, она дала ложные показания в защиту подсудимого.